Мы, дети асфальта, как говаривал любимый писатель-эмигрант, отдыхали после съемок в тени чужого дома. Вернее, только начали отдыхать, как нас тут же пригласили чай пить, совершенно незнакомые люди. Недолго мы упирались, но согласились только в обмен на этот разговор. А муку-то вы купили почем? 130. А пенсия какая? Пенсия у меня 100. То есть мешок муки дороже одной пенсии? Да. Ну вот этот раз я получила, что что-то пенсию тут никак не прибавляют, прибавляют. Ну дали быстро, а зато вот по десятке, по 20, по 30, это ну по 300 рублей сейчас. Вы говорите, что сезон этот выживете, да, еще год, а дальше как? Ну а там бог впереди. А внук вот с майкой по имени Марина? Внук, не знаю, они городские, как они, что там делают. Помогать на рыбовушке будет? Ой, да не говорите, все на их только. Нам бы с дедушкой вот так и пенсии бы хватило, и все. Или он приехал на бабушкины блины? На блины приехали. На ватрушки. На ватрушки, но... Каждый год ездит это. Россия-то выйдет из тупика, потихонечку выйдет на светлую дорогу? Ай, не знаю, не знаю, не знаю. Выйдет она, не выйдет ли, не знаю, не знаю, трудно, трудно сказать. На сердце подсказывает. По-моему, ничего, чё-то не выйдет. Так, пропадем, что-то совсем? Ну а чё, а по писанию-то как вы думаете? Вот вы не знаете, а у нас вот бабушка. А мы небольшие вот были, она всё на печи слепая была. Ну рассказывала, говорит, это будет, говорит, плохо, говорит, жить. А потом, говорит, хорошо буду жить. Плохо это конец, что ли, а потом снова хорошо? К концу года, к концу, вот века, 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 к концу века. Вот, да, оно вот всё сходится. Да, это вот как она мне говорила, так всё сходится. Небольшая была. А конца света не будет? Ну, будет конец света, будут очень, вначале, говорят, плохо будут жить, очень плохо будут, потом хорошо, засуха будет. Это хуже, чем сейчас, да, то есть? А бог её знает, засуха будет, будут бежать люди, в поле увидят, вроде вода подбегут, а это золото, а золото никому не надо, говорит, всем надо попить, вот. А потом, говорит, начнётся жизнь очень, говорит, хорошая, но недолго, конец света будет. И войну начнёт, всемирная война будет, и войну начнёт, говорит, Китай. Китай? Да. Вот так вот, да? И всё сотрётся с лица земли. Останется, говорит, народ, как бы линка в поле, а там другой век, пойдёт уже всё, конец. Так где выход-то? Писание же не перепишешь, правильно? Да, я говорю, вот какие грамотные люди раньше были, всё, за несколько тысяч лет знали всё. А мы сейчас, не знаем, что завтра будет. Мы расплачиваемся. Да, а мы расплачиваемся. И начнут вначале, говорят, войну, черноголовые. Теченцы, что ли? Да, вот. Они же черноголовые. Идёт же война-то. Да не только они черноголовые. Вот. Ну, не русские, говорят, не русские начнут войну. По вашему дневничку-то когда закончится? По моему дневничку вот в августе. В первой половине, но это с первого августа по-старому. Вот так вот, наверное. То есть до 15-го ещё будет? 15-го ещё жара будет, палить будет. А вы никогда не ошибаетесь? Нет. Я ж не ошибался, бог её знает. Дай бог, чтобы вы ошиблись, потому что так надоело. Да куда, куда тут. Ну, хоть не выходи. Как выйдешь, так. Русел. Так вы бывший лётчик-истребитель, я слышал. Лётчик-истребитель. Так, наверное, там с богом договориться сумели в своё время, в молодости. Рядом летали в молодости. Ничего не договорились? Ничего не договаривались. Мы договаривались, чтобы разгромить врага, даже живым-здоровым остаться. Больше нам всё. Чтобы ни руки, ни ноги не оторвало ничего. Боевые самолёты кончили. Нас человек 40 остался. Сталин дал приказ по истребительным тестам фронта проверить техников самолётов. Годен по здоровью к лётной рабочей. Направить к нам. Вместо выбывших. Те и прибыли. А Сталина любите, нет? Люблю Сталина. Это у вас неистребимо, да? Это неистребимо. За родину, за Сталина, сама история. Миллионы. Вы про него знаете, но любите, да? Над небом Японии летали, да? То есть эти острова Хоккайдо, всё эти вот, да? Всё знаете, да? В этом Спаск Дальний, недалеко от Владивостока, село Красный Кут был наш аэродром. А в Спаске дивизия. Дивизия наша. А наш полк Красный Кут. Бомбовозы бомбить Японск, нас сопровождать. Японские, как убийцы истребители, или напуганы были, или что, разворачивались и удирали. Командир полка, товарищ полковник, боеприпасы как? Дайте по пехоте, что их возить обратно? Думаю, убивали, там не убивали, бог знает, не видно. Они ещё маленькие, тем более японцы. Чай, кстати, был с сахаром, но без самовара. Хотя можно было бы занять его для съёмок у соседей. Но вранья, даже в такой малой форме, старики наши, слава богу, не приемлют. После встречи с ними подумалось только о том, что, покуда живы люди, способны угостить чаем незнакомого им пришельца. Конец света, предсказанный нам только что, наступит нескоро. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok